Samsung Galaxy S5 По заявлению директора департамента по продажам Виталия Кузнецова, Украина является важным стратегическим рынком, поэтому также входит в число стран, в которых 11 апреля стартовали продажи смартфона. Украинские пользователи достаточно подкованы в техническом плане, они обращают внимание на характеристики устройств, количество ядер, тактовую частоту и другие важные составляющие. Идея борьбы была придумана за чашкой чая. Мы уверены, это лучшее устройство на сегодняшний день, поэтому каждый человек готов сделать невозможное, чтобы заполучить его, говорит Виталий. И несмотря на погодные условия, борьба состоялась на открытом воздухе. Хочу сказать, что я большой поклонник Samsung, всех их технологий, всего того, что они выпускают, и поэтому ради X5 я готова пройти испытания. Первой на сцене появилась Алена Винницкая, которая должна была за минуту открыть сейф, подобрав один из 20 ключей. Но из-за холодного воздуха на выполнение задания дали еще минуту, и певица справилась на отлично. Александр Педан попутно рассказывал о возможностях Galaxy S5, его защищенном от воды корпусе, датчике пульса и других полезных особенностях смартфона. Я вообще человек прост, но на все заради чего-то я не пойду. И то, что я сегодня буду делать, это не схоже на меня. Это я могу сделать только заради небольших вещей. Вторым выступал Юрий Горбунов вместе с мадагаскарскими тараканами. Шоумен не показывал цирковые трюки, ему нужно было съесть насекомое. Позже Юрий поделился впечатлениями, что они по вкусу очень напоминают креветки. Маше Сапкова пришлось общаться с крысами-сфинксами, которых было очень жаль, поскольку на открытом холодном воздухе эти лысоватые маленькие создания рисковали очень сильно переохладиться. Алексей Дурнев был в ударе, поэтому прошелся по раскаленным углям дважды. Правда, второй раз было жарко. Надеемся, что оставшиеся ожоги будут напоминать ему о проявленном героизме и о Galaxy S5, который он получил шанс приобрести первым в стране. На что я готов ради S5, это ничто в сравнении с тем, что ради S5 делают люди во всем мире. Возможно, вы не слышали, но когда стартовали продажи S5 в Южной Корее, где он и производится, в Северной Корее, в коммунистическом государстве, один миллион населения незаконно, нелегально перешли границу для того, чтобы иметь возможность приобрести S5. Да, им грозит смертная казнь теперь в Северной Корее, но, тем не менее, они это сделали. А в Киеве на Борщаговке, кстати, на Южной тоже Борщаговке, ради S5 свою жизнь готовы не отдать, а забрать за S5. Но это классика на Южной Борщаговке. Гена Попенко сражался с чемпионкой Украины по грязным танцам в бассейне. Он старался уйти от объятий и не испачкать свой смокинг. Но уже после нескольких минут боя его лицо, прическа и костюм были напрочь испачканы грязью. После столь зрелищного шоу на голосовании при помощи Galaxy S5 победил Алексей Дурнев. Под бурные овации он ушел в магазин за своим гаджетом, а за ним последовали остальные звезды. После чего ведущий разыграл три планшета между посетителями. Вечер прошел хорошо, даже несмотря на плохую погоду. Он был согрет тонкими шутками ведущего, теплыми репликами звезд и стартом продаж Samsung Galaxy S5.